итак ребята всем привет сегодня я снова вырвался на природу покопать копать мы сегодня надумали вот в такой вот именно атмосфере то есть это дубовая роща почему в дубовой роще потому что это единственный лес который находится рядом существующей деревне все кто там жили в старину естественно ходили за грибочками так как это единственное место где можно сделать какие-то схроны сбережения банков свое время сберказ не было проблематично и все боялись хранить именно в таких вот заведениях и многие ходили складывать свои схроны вот в такие места находили приметное дерево я буду искать старый большой какой-нибудь дуб и вокруг него ходить искать еще у меня мотивация такая что недавно мой друг камрад нашел в таком же дубовом лесу кладик клад состоял из 58 полтинников это звезды и молотобойцы 24 25 год серебряные крупные монеты все были полтинники рублей не было и я вот сегодня тоже решил сюда зайти у нас очень сильный ветер так что извините если будет иногда шум и еще хочу сказать что сегодняшний спонсор нашего видео сюжета это интернет-магазин shop detect который охотно предоставил нам pinpointer сегодня мы будем его испытывать а также ребята такой же pinpointer будет и скоро будущем разыграться у нас на канале так что не упускайте момент подписывайтесь на youtube канал это самое главное условие остальные условия чуть позже вам продемонстрируют то есть должна быть закреплена ссылка о розыгрыше подписка на вк мой канал так что давайте не теряйте свои шансы получить вот такой приятный девайс который у нас в скором будущем до скором будущем будет тестироваться и тестироваться каким образом с более элитными более дорогими pinpointer ами повторюсь это gold hunter будем сравнивать делать тесты в скором будущем вы это все увидите стоит ли гнаться за шикарными дорогими девайсами если можно купить вот такой не уступающий профессиональным так что ждите будут у нас тесты подводного обычного а также будут розыгрыши так что не упустите свой шанс подпишитесь на канал и будете всегда в курсе когда что у меня зачем и почему а также хочу сказать что у меня снова будут стримы по традиции пятница но иногда будут смещаться тем что у меня сейчас большой шквал работы будет пятница суббота буду выискивать вот это вот время именно чтобы посвятить общение именно с вами так что сегодня походим по этому зачетному дубовой рощи хочу сказать то что здесь раньше в свое время были находки серебряные 23 до 30-е годы именно серебро маленькая пятнашки двадцатки комрады здесь ходили но они ходили по самой кромочке в начале а этой роща я же сейчас зашел немножко вглубь и есть тут какие-то наметки какие-то похожие какие-то на дымовые ямы или что-то в этом роде не могу понять бутылочных пробок очень много советского времени вот значит монеты будут советского времени это однозначно где пьют там теряют так что смотрим будет думаю интересно итак ребята наконец-то у меня находка возле дуба ну такого достаточно серьезного монета там кругом у меня были пробки не одну наверное ни один десяток выкопал и здесь и вот в принципе нашел gold hunter классно ее нашел прям звенел дуром вот смотрите как звенит классный звенит прям обалденно и меня радует то что это у нас советское серебро блин я его походу еще лопатой немножко трахнул смотрите видите чистая видно задел лопаткой вот такая 20 копеек год 1930 классная монета сейчас я ее немножко жидкостью освежу с собой я взял ее так что давайте посмотрим как она блин все пожитки неудобно конечно будет это у меня обычная вода так ну сохранчик к сожалению ребят не очень не особо здесь конечно класс классный сохранчик а вот с обратной стороны не особо ну радует то что это белончик серебро низкой пробы проба 500 а ладно классно вот такая зачетная серебрушка давно я не подымал верхового серебра давно в основном они у меня вылетает из шурфов но сегодня я вот хожу вот под такой дубовые рощи зачетное место находится рядом с деревушкой и я решил здесь пройтись но водочных пробок тьма тьмущая если это все снимать пленки на камере совсем не хватит идем дальше и так ребят очередной сигнал и радует то что это у нас монета монета крупная так старый герб проглядывается это у нас двушка это у нас двушечка двадцать четвертого года приятно сейчас вместе с вами посмотрим на сохран с брызгами и водой и посмотрим вот такой-то монитос так тима брызгалка так данная монета ничего из себя дорогого не представляет но сохран будет бодрый чё-то блин грязь какую-то навел своей брызгалкой вот такая приятная монетка хороших сигналов ребят хочу сказать вам очень очень мало между последней находкой которую я нашел где-то в той степи 20 копеек прошло наверное полчаса были пробки крышки всякая фигня ну вот очередная монетка приятная но сохранчик здесь хороший бодрый тем что здесь лес и здесь никакой химикаты не поливали и монеты в принципе хорошего вот небольшой слой грязи счищаешь с нее и монетка смотрите хорошая приятная становится вот такая приятная уже 24 я всего мечтаю найти 25 года но как-то чё-то они не попадаются хотя в нашем регионе нашей губернии бывают такие находки 25 года копеечки очень часто двушки бывают вот но пока я не осчастливен 25 года двушкой ладно идем в сторону машины шли мы вот по дальней стороне там тоже проходил но там были ямки от копателей и я как бы в сторону от них ушел чтобы ну захватить большую площадь поиска и сейчас я возвращаюсь обратно вот так что не знаю наверное будем закругляться всего-навсего две монеты не особо интересно приятно но ладно за пару часов думаю отдохнул душеньку отвел и так ребят пока ветра нету сильного хочу вам сказать что копая очень красивых местах крупным планом я вам чая покажу там у нас проходила а екатеринский трак чуть около речки были булгары в свое время до нашествия золотой орды чуть левее был калмыцкий улус в общем места просто шикарные и мы в этих местах живем и копаем сейчас я вам пальчиком конкретно покажу где чего и нас было может быть кто чего-нибудь узнает и там пушевкает муж чего не найдет так что крупным планом ну вот наши красивые просторы вот в этой области на этом бугре были те самые булгары истории очень много говорят что наши булгары и образовали в свое время государство болгария но это как знаете какая-то и сказка не знаю правда нет вон через те он леса вот здесь вот проходила екатеринский тракт связывал одно большого поселения и туда дальше еще одно это само поселение было зарождено в 1738 году затем идут жигулевские горы и там он был между ну в общем в той области был калминский улуса там очень было много больших крупных монет но это было лет пять-семь назад так что вот по таким местам мы хорошим красивым зачетным ходим может быть кто-то завидует нам что живем в таких местах да ребят я и сам рад что я живу в такой вот зачетной красоте так что идем блуждаем в поисках монет дальше и так ребят добрался я до машины и буду заканчивать свой видеоролик именно в машине потому что ветер на улице невыносимый настолько сильный что даже не слышно прибора громкого прибора аська 250 сами знаете как она орет но не слышно на этом буду заканчивать свой видеосюжет двумя находками двадцатка серебряная и двушка медная больше ничего здесь я не не нашел как кроме пробок пробок прям полно я не знаю видно из деревни выходили на природу за грибами за ягодами и присаживались на около передних дубов и накидывали небольшое количество водочки как говорится для удовольствия полезное с приятным и тем самым собирали между прочим здесь один товарищ подымал около одного дуба вокруг пенька рассыпуху из 28 монет монеты были советские рамочники 28 монет он здесь поднимал именно возле дуба как мы и сегодня нашли серебряную двадцатку тридцатого года видео получилось коротенько не интересное наверное как вы думаете и давайте я в этот сюжет еще воткну кое-какую информацию кое-какую видео отрывки из моих предыдущих выпусков потому что у меня очень много старых выпусков не знаю куда их девать вот качество видео не особо интересно звук тоже а снимала тогда на камеру экшен так что не обессудьте что есть то есть сейчас вроде у меня все в порядке со звуком с картинкой вроде как ну решать вам вот так что сегодня покопали рядом с домом между прочим ходил я лишь только из-за того чтобы испытать в деле наш пинпоинтер который предоставил shop detect обращайтесь смотрите заходите там очень много интересного помимо приборов и аксессуаров для нашего хобби есть различного рода взаимозаменяемые запчасти если сломался подлокотник или катушка или какие-то крепежи иногда бывает проблема найти их многие фантазируют крепежи берут там от унитазных бачков ну в общем много русский человек находчивый и находит выходы но у него есть очень много всяких у этого магазина разнообразных заме заменяемых можно подлокотники заказать быстро и удобно так что вообще классно приходят все посылки именно экспресс почтой в общем зачетно вчера я его просто знаете приехала она уже стоит ждет меня в ожидании вот так что все классно быстро и удобно обращайтесь если что-то как-то но сейчас давайте попробую включить какой-нибудь видеосюжет смонтирую и вам покажу надеюсь будет интересно ну а сейчас пока так ребята то рано встает тому бог подает вернее дедушка земляной и вы знаете что у меня сейчас выпало смотрите медленно навожу камеру и вот на это огромная шайба толщиной наверное я не знаю 5 миллиметров так ребята я вижу что это у нас похоже какой-то кольцевик с одной стороны большой нарост в общем не могу вам сказать что именно я поднял но этот 1804 год я так понимаю наверное 5 копеек да ребята это кольцевик 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 вижу вижу что это кольцевик все ребята смотреть какая замечательная монета все на сегодня коп у меня дался охранчик будет наверно бодры потому что гурт даже видно хороший все ребята смотрим так ребята сигналы есть их много но некоторые сигнал не копают потому что лопата втыкается вот в такой камень такой камень а этот раз я копнул раз воткнул лопату 23 ни хрена не лезет лопата крупный камень втыкается все таки решил проверить хоть разочек такой сигнал здесь таких сигналов в принципе много но я так не копаю потому что тыкаешь лопату на нифига на этот раз все таки решил и вот смотрите вот такая монетка выпало хорошая монета грубо говоря сохран прям хороший у нас две копеечки 1864 года охранчик принципе неплохой ребята смотрим итак ребята у меня находка вот она у нас монета монет у нас со старым гербом размер 3 копейки сейчас мы и обрезка обрезка монета у нас 3 копейки 1924 года охранчик вроде неплохой вот такая монета у нас сегодня еще одна добавилась копилочку ладно смотрим так ребята меня очередная монета он такая вот она огромная так это у нас задниче не могу но как всегда у меня каждый копта и хай монета блять чё не козлы их так портили блять слов нет одни матные слова на языке ну по размеру наверное где-то наверное как и есть пятачок какой-нибудь или трешечка ладно ребята смотрим видно будет что это монета такая итак ребята у меня очередная находка и находка огромная вот такая вот большая монета сейчас посмотрим что это у нас сейчас посмотрим что это у нас к сожалению с одной стороны убита а с другой стороны в общем ребят это не монета получается так как алик видно только гурт нормально а с обоих сторон ее изуродовали ладно когда почищу будет известно в конце копа посмотрим и скажу покажу что это за монета такая но судя по размеру это все таки было 5 копеек ладно ребята смотрим так ребята меня долгожданная находка но я не могу понять что это такое вот надо чистить и разбираться ну я вижу что это вот орел двухглавый орел это походу как карты блин ребята это замечательная вещь но не знаю по моему она погоревшие что ли двухглавый орел я вижу вот хвост лапы георгий петли носит в середине и я вижу что она в золоте это скорее всего как карта с головного убора вот эта находка ребята вообще суперская находочка как вы видите вообще замечательная вещь помою наверное придется чистить в электролизе потому что так она не возьмется находка вообще суперская вообще замечательная вещь ладно ребята смотрим итак ребята выкопал я красавца сначала не хотел копать а потом что-то решил копнуть сигнал нет решил смотрите какой красавец посмотрите какой она обалденная монета вот она хорошая пока сказать не могу что это нет ребята пока сказать не могу сейчас немножко мочу и и так ребята это у нас пятак 5 копеек год пока прочитать не могу но походу 1860 какой-то не знаю патачок надо чистить очень большой нарост на ней эрозии но вот такую вот я монету поднял просто шел машине и не включая прибор и вот такая вот прелесть спасибо смотрим ребят не поверьте вот зато вот ямы для выкупал пятачок здесь начал копать сигнал как бы неустойчивый но я расшвырял все и выкопал какую-то непонятную пластину железного цвета вот на вот обнову здесь вот здесь тоже какая-то от зубной пасты и немножко здесь вот снова где пластина достал еще раз прозвонил и выкопал вот такую вот еще монет очередная монета опять большая вот такая вот большая монета так про нее пока сказать не могу так 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 это у нас ребята монетка монетка а видно серебром серебром судя по размеру наверное три копеечки ну факт есть факт год я прочитать не могу орел просматривается ну даже не знаю либо здесь шурфик заложить раз две таких здоровых монеты на копанном месте где ямка на ямке я поднял в метре в метре два огромных две огромных монеты вот то и думаю может шурфик заложить так а на этой стороне у нас вензеля николая все продолжаем смотреть у нас дождик начинается надеюсь он мне не испортит все настроение весь коп вот сейчас чаек попью и попробую возможно здесь шурфануть так ребята не отходя далеко вот из этой ям которые присыпал вот вот из этой был сигнал рядом вот была ямка старая на ней вон пробочка грубо говоря наверное 30 от моей у меня вот выпала вот монет так монета царская или по размеру 1 копеечка вот такая одна копейка на 1878 года вот такая вот у нас находка вернее 1876 года вот так смотрим вот она выкинулась у меня вот так вот немножко я походу еще черпанул лопатой так лопатой немножко черпанул ничего страшного это у нас две копейки две копеечки да еще по моему цветовик какой-то так две копейки 1864 года так начинается с этой стороны у нас ребята имеется зубцы по всему радиус монеты так это я узнал что это такое зачем так портили монеты как не будете в видео я вам расскажу об этом у вас сто процентов такие монеты встречаются у меня эта монета уже 3 но так что вот такая вот находочка видите много здесь перекопано но я вот решил пройтись и нашел очередную монетку мы все смотрим ребята так ребята заканчивая свой коп ночной заканчивал около вот такой вот ручейка день был очень хороший монет накопал много и тачков в основном в общем классный был коп мне очень понравилось ну ладно подписывайтесь на канал комментируйте мое видео ставьте пальцы вверх вниз всего доброго удачных вам находок подписывайтесь на мой канал 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 подписывайтесь на мой канал